добрый день друзья с вами канал тактик медиа архивная революция я михаил тимин сегодня нас гостях алексей пастухов алексей приветствую добрый день мы с вами в прошлые разы остановились на основании первого мирного поселения можно сказать на дальнем востоке русского почти дошли до войны даже и опять почти дошли до войны ну так сожалению такие времена 17 век никто не сказал что все будет хорошо и будут соблюдаться права местного населения вот но шутки шутками ситуация в общем то такая что мы дошли наверное до такого кульминационного момента он во многом такой как бы модно говорить там это национальный миф это что очень много сегодня буду рассказывать возможно это будет как бы ну как-то вносить коррекции в представление о мифе которые сложились за многие уже десятилетия изучения албазинского острога история вот его основания история его защиты истории уничтожения в этот раз опять наши соавторы это специалисты которые собственно и занимаются сейчас изучением албазинского острога вот я хочу показать вот эту вот книгу это книга называется албазинский острог которая выпущена сотрудниками албазинской археологической экспедиции которая значит сейчас финансируется благотворительным фондом петропавловск вот очень много там хороших материалов прямо с раскопов взятые там как говорится всякие зарисовки и опубликована масса находок вот то есть это такая одна из самых лучших сейчас на последний момент книг которая вообще касается албазина плюс в нее вложены опять же статьи исследования уже значит в прошлый раз мы говорили владимира ильича трухина это благовещенский исследователь здесь же статья егора андреевича багрина это наверное сейчас в нашей стране крупнейший исследователь военного дела первопроходца в сибири и конечно же здесь профессиональные очень такие фундированные хорошо археологические студии самого начальника экспедиции его коллег значит андрея николаевич черкасова в общем книга она и можно ее найти в интернете и по моему даже это еще в печатном можно варианте купить очень хорошая книга очень такие самые свежие самые современные самые объективные данные она еще и оформлена просто великолепно просто прекрасная бумага полиграфия рисунки цветные фотографии можно показать хотя бы да вот форзацы да на которых старые китайские картины посвященные албазину да просто на высшем уровне там я не знаю вот и например вот если мы возьмем допустим какую-то публикации до вот этих всех находок которые они делали это действительно книга которую люди вложили свою душу но это много лет их работы это много лет их великолепное оформление великолепный труд чувствуется что подход во всех смыслах очень хороший у людей ну ребята действительно свою душу этому отдают и вот в этом году разговаривал я с руководителем экспедиции говорит что будут копать они теперь не только албазин но и будут стараться как бы дополнить вот это вот как бы поместить албазин в исторический контекст то есть копать даурские поселения потому что по албазину у нас очень много как бы уже материала и даже есть вот как бы реконструкции по черепам то есть было найдено несколько пригодных для реконструкции черепов по ним создали вот образ того скажем человека который защищал албазин вот кстати его портрет здесь вот на вот это по черепу сделана реконструкция полностью она сейчас находится вот ее натурная скажем так вот копия то есть не какая-то не рисунок а вот именно скульптурно выполненный портрет находится в музее стрелецкие палаты которые на около критиковки а вот это вот они сделали даурку девушка даурка которая тоже череп был найден на развалинах албазина вот соответственно вот они сейчас пытаются поместить как бы вот это все события в такой культурно-исторический контекст чтобы показать как развивалась и что там вообще было на чем мы закончили в прошлый раз что отряд казаков григория мыльника попал в плен богдойцам несколько человек сбежали и соответственно принесли в острог такую ну скажем ожидавшуюся но все равно очень неприятную вещь что богдойцы все-таки идут ну естественно там было преувеличение они сказали что там идет пятьсот шестьдесят семь китайских кораблей на каждом там по сотне человек ну соответственно можно представить сколько там было войска по таким вот расчетам на самом деле император конси как раз вот которым мы говорили это был человек тому времени достаточно взрослый это значит у нас 1685 год он родился в 1654 году ну соответственно вот ему было немножко за 40 это был уже вполне зрелый человек который имел за своими плечами и опыт административных реформ и который имел уже опыт подавления большого восстания антиманьчжурского и собственно он прекрасно понимал что он делает он четко спланировал значит вот это вот акции и как раз у него было в принципе все на мази то есть войска только-только закончили покорение последних очагов антицинского сопротивления то есть еще как бы боевой задор не угас как бы были еще какие-то там запасы дело в том что вот вообще финансирование военных компаний у нас как бы всегда оставляется за коп со скобками и вот считается ну там китай что там ну там пару миллионов человек туда пару миллионов сюда а что они едят да там найдут чего-нибудь на самом деле вот бюджетирование этих компаний это было вообще очень большая такая проблема и вот в албазинской эпопее будет очень четко это вообще прослеживаться он начал готовиться к покорению значит албазинского острога фактически еще в момент когда не были завершены бои против китайских повстанцев и для этого начались строить какие-то почтовые станции от китайских гарнизонов которые в глубине китая ближе к границам чтобы можно было транспортировать какую-то вот скажем так там продовольствие вооружением были заказаны отливки новых орудий причем этими орудиями занимались не только китайские мастера и иезуиты которые в это время очень сильное имели влияние при дворе потому что конси был человек очень такой продвинутый он как петр первый очень любил что-то новое узнать он очень любил что-то такое вот как бы как говорится хай-тек тех лет любил более того я уже в прошлый раз говорил что его в свое время иезуиты еще когда он был ребенком очень сильно как не ребенком юношей очень сильно удивили они сделали для него локомобиль первый мере локомобиль который известен в мире он был сделан в китае иезуитами для китайского императора то есть он представлял вообще что такое современная техника он очень хорошо представлял какие возможности дают использование современных европейских методов, и иезуиты для него лили пушки. Вот одну такую пушку с Егором Андреевичем Багрином мы обнаружили в запасниках Читинского музея. Её там она всё время как-то лежала, там была какой-то краской вся заляпана. Потом в 1812 году у нас как бы наполеоновское нашествие, в 2012-м 200-летие празднование. И вот там, давайте какую-нибудь пушку поставим. Да у нас была такая, давайте. Вытащили, отчистили от краски, а у неё, говорят, иероглифы сзади написаны. Мы обратились к Егору Андреевичу, он обратился ко мне. В общем, мы выяснили, что это одна из тех пушек, которая предназначалась для отправки под Албазин. Мы проследили её путь до города Цицикар, и, скорее всего, после осады Албазин она была возвращена в Цицикар, а там уже в 1900 году она была захвачена казаками Нерчинского полка и вывезена в Забайкаль, её там оказалось в Читинском музее. То есть, даже какие-то нашли мы такие живые свидетельства вот этой осады. И Конси, он, конечно, очень серьёзно готовился к этой операции. Он понимал, что его престиж как совершенно мудрого государя будет очень сильно зависеть от того, насколько быстро и эффективно он справится с этими коварными русскими демонами. Вот почему в предыдущие разы я говорил, что очень чётко старался выяснить, Оросы или Лоча. Кто там находится в Албазине. И в конце концов он всё-таки склонился к тому, что приезжают с посольствами всё-таки Оросы, а вот в Албазине сидят всё-таки Лоча. Конкретно вот здесь вот. Да. И вот этих-то Лоча нужно подавить. И вот были посланы неоднократно крупные отряды, которые разведывали. И в конце концов из сообщений этих разведчиков стало ясно, что Албазин нужно брать в результате короткой кампании. То есть, нельзя ни в коем случае там задерживаться. Нельзя ни в коем случае там разводить длительную осаду, нужно сконцентрировать одним разом крупные силы, окружить, атаковать, взять его штурмом и, в общем, радикально решить вопрос. А потом нужно было поставить свои заставы так, чтобы уже больше русские не появлялись. И, в общем, всё созрело к 1685 году. Двинули войска. Ну, как обычно они делают, по несколько миллионов человек. Ну, по несколько миллионов человек. Я как раз хочу сказать, что… Мелкими группами просто. Мелкими группами по 10 тысяч, на пару миллионов, да. Соответственно, по оценке военачальников Пенчуня и Илантаня, которые ездили лично в Албазин, они даже встречались там со всеми нашими вот этими вот приграничными, скажем так, начальниками, они заходили в сам острог, они написали потом в своём отчёте, что для того, чтобы взять город, нужно 3000 воинов и 20 орудий европейского образца. Ну, круто. Они разведку, получается, даже провели фактически. Они полностью оценили возможности Албазина по демографическим ресурсам, они оценили силу укреплений, и они чётко написали, сколько чего нужно. Ну, и, соответственно, из этого шёл расчёт, сколько построить кораблей для перевозки всего вот этого войска с обслуживающего персонала. У нас всё время забывают, что войско – это не просто вот как… у нас как два солдата и лопата заменяют экскаватор, а те годы нужно было к солдатам, которые были профессионалами, которые сами не копали, добавить каких-то грибцов, каких-то землекопов и так далее. Для этого использовали китайских ссыльных, которых было очень много в это время уже в Маньчжурии, и для них, в общем-то, была небольшая разница умереть от тяжёлых условий существования или быть посланным под албазин и там копать под русскими пулями какие-то траншеи, приближаясь к стенам Острога. Да я думаю, их и не спрашивал никто, наверное. Ну, во-первых, и не спрашивал, а во-вторых, как бы это была не боевая часть. А про неё как бы обычно, когда говорят, что были огромные войска, то, видимо, зрительно включают вот эту толпу, её тоже как бы приписывают. И вот, значит, реально, что у нас получается. Если мы берём так вот чётко всё по датам, то есть как бы две датировки. Одна датировка по русским документам, другая по китайским. Они чуть-чуть плавают. Почему? Потому что вот в целом русские датировки, они как в основном восстанавливаются? Это, как правило, записи распросных речей казаков, которые по тем или иным делам из албазина приехали потом в Нерчинск или там дальше в Москву. И вот они рассказывают, что вот там, значит, в август первый день, а через три дня после этого... То есть это постфактум на расстоянии каком-то уже там, да, то есть где-то, возможно, они даже ошибаются. С китайскими данными обычно как-то плавает один-два дня. То есть близко, но как-то вот они немножко не стыкуются, но в целом укладывается самый большой разрыв, там, по-моему, два дня. Вот. То есть нельзя сказать, что данные неточные. Но поскольку в одном случае мы имеем фактически с журналом боевых действий, да, а в другом случае мы имеем как бы с устными показаниями постфактум несколько месяцев спустя, то, конечно, тут возникает вопрос, каким датировкам отдать предпочтение. Поэтому я буду говорить, когда датировка идёт по цинскому материалу, а когда по русскому материалу. И вот, значит, албазинская эпопея у нас началась не то чтобы внезапно. Когда сбежали казаки вот из отряда мыльника, они принесли это вот известие, воевода Алексей Ларионович Толбузин, он приказал укрепить албазин. Он приказал сразу переселить в албазин всех жителей дальних деревень, потому что он просто понимал, что защищать это невозможно. Они находятся далеко, везде там гарнизона не поставишь, да, и албазин кто будет защищать. Одновременно послали за помощью в Нерчинск. Но в Нерчинске было, как говорят в таких случаях, крайнее малолюдство, потому что большинство казаков они были то в годовальных службах, когда их один год отсылают в командировку, то они были какие-то там сборы Исака там был выслан отряд, то там какое-нибудь подавление какого-нибудь Тунгусского или Бурятского восстания. В общем, там на три Нерчинских острога было 222 человека всего. И конкретно в Нерчинске на момент, когда всё началось, было 67 человек. То есть, выслать на помощь албазину было просто некого. Одно отделение нужно было выслать. Окрок. Оно бы не дошло, скорее всего, даже. Ну, вот как показали события, расстояния тут, конечно, сыграли очень решающую роль. Но Толбузин всё равно это был человек энергичный. И вот это один из немногих администраторов Сибири, который вообще своей жизнью не заслужил никакого упрёка. А даже если что-то против него, как говорится, всплывёт потом, найдут какой-нибудь документ, что он где-то взятку взял или кого-то там выпороть приказал, это всё ему спишь со счёт того, как он себя вёл вообще в албазине. Он только в этом узнал. Вот он сразу всех жителей собрать, как можно больше свести хлеба туда и выстроить второй острог. И в документах проходит Владимир Ильич Трухин. Он упоминал о том, что был сделан пристройки к этому острогу. Фактически острог был окружён второй стеной. В документах есть старый острог, упоминается, который внутри нового острога. Но в обоих случаях это тыновый острог, то есть это брёвна ставятся вертикально в землю, вкапываются. И ещё, как говорил Ерофей Павлович Хабаров, защита – это крепость от стрелы, а пищаль её насквозь пробивает. Ну, насчёт того, чтобы пищаль, как говорится, как ручное оружие, неизвестно. А вот пищаль именно полковая, так она могла разворотить эту стену. Там именно это, скорее всего, имелось в виду. Ну, вот и ситуация, значит, что к моменту, когда у нас всё начиналось, была проведена ревизия срочно по всей Сибири, потому что как только узнали, что идут, и сразу же начались какие-то шевеления по всем канцеляриям, что мы можем противопоставить, как мы можем защищать Албазин. Вот некоторые цифры, очень весьма интересные. В Даурии, т.е. это у нас Даурия, это Албазин, это вот у нас Нерчинск, это Теленбинский острог и т.д. было около 2000 человек служилых людей на всей этой огромной территории размазано. Вот на них всех было 21 пушка, из них 3 пушки находились в Албазине. Нет, 4 пушки находились в Албазине. 17, значит, на остальные все остроги. Пищалей было на всё это казённых, которые можно было раздать в случае чего – 485 штук. 182 пуда пороха и 143 пуда свинца всё больше было взять не от чего, потому что всё, что завозилось туда, значит, оно завозилось очень долго, очень тяжело. Но поскольку резервы Нерчинского воеводства и Албазинского воеводства были очень маленькие, то решили, что возможно придётся из Тобольска. Вот интереснейшие данные, что вот в самом Тобольске находилось всего 46 пушек при 4000 ядер. То есть, как бы на каждое ядро порядка сотни ядер, не больше того. Один бока, как бы сказали сейчас. Да, носимый, да? То есть, носить вам не переносить. Один бока, да. Служил их людей в Тобольске, то есть, это, в общем-то, столица Сибири на тот момент, 1719 человек, и возможно было кого-то набрать из пашенных крестьян, которых насчитывалось 8203 человека. То есть, это всё, что было в столе… Это не в самом Тобольске, а вот Тобольске, подгородные все деревни, все вот эти остроги и так далее. Это было очень мало. Ещё западнее находилось около 1600 человек служилых и 5 с небольшим тысяч пашенных крестьян. То есть, всего на всю Сибирске наше владение было примерно 4,5 тысяч служилых людей и 13 с небольшим тысяч пашенных крестьян. То есть, даже если бы нашим сильно бы потребовалось усилить группировку в Албазине, учитывая огромные расстояния, это было просто нереально. Пару сотен человек бы выкроили, наверное, максимум. Нет, можно было и больше, но их нужно собрать, потому что же они никто не сидят, они там все в Тобольске и не ждут, когда им сказали «пойдём». Нет. Соответственно, в Албазин Толбузин сумел собрать следующие силы. Мы уже говорили, там было порядка 200 служилых людей, но часть из них попали в плен с отрядом мыльника, который был там, частично они там сбежали. Кто-то в Якутск убежал, кто-то убежал обратно в Албазин, но часть осталась всё равно у китайцев. То есть, это минус какой-то, сколько-то мы не вычислим. Но будем предполагать, что примерно 200 человек было у него служилых. С промышленными людьми, вот общая цифра обычно даётся, около 350 человек. И ещё 97 пашиных крестьян. То есть, при всех самых таких вот хороших раскладах это 450 человек мужчин, которые могли быть использованы для защиты. Были там, конечно, ещё и другие мужчины, это пленные дауры, пленные салоны, но на них надежды была, естественно, мала, потому что неизвестно, за кого они будут партизанить. На всё это великолепие имелось 300 пищалей. И, соответственно, у нас даже ручным огнестрельным оружием не были вооружены. И в одной даже из отписок писали, что если дойдёт до приступа, то кроме ножей защищаться нечем. То есть, даже нет ни бердышей, ничего. А на всё это дело было 4 орудия. И к ним, внимание, в документах указывается очень интересная цифра. Три ядра. Чем стрелять? Ну, видимо, там, я не знаю, кузнечным шлаком, галькой. То есть, вместо дроба что-то такое использовать, это было. То есть, сами пушки были, а даже боеприпасами они не были хорошо обеспечены. Как еще стрелять? Ну, ты говоришь, что обычно для этого использовали кузнечный шлак очень часто. Эта вещь хорошо действует, как говорится. И мелкую гальку могли использовать. Но вот чтобы у них были ядра, этого не было. А чем у нас, как говорится, разница? То есть, навальный приступ, то есть, когда пошли уже на штурм, можно отразить. А вот уже подавить батарею вражескую, ну, что внутри ядра? Война на пороге, а мы не готовы, что характерно. Ну, Толбузин сделал всё. Вот всё, что было в его возможностях, вот он всё это сделал. Запас. Он все вот эти, как говорится, припасы пищевые, он собрал всех возможных людей. Ну, не всех, кстати. Оказалось потом, окажется впоследствии, что не всех. И... Всех это, наверное, невозможно было собрать всё равно. Не оповестишь, просто не оповестишь. Слишком большие концы, и пока там доедет, что кто как, и может ещё пока так соберётся, там будет ещё это всё, сейчас мы коснёмся. Там трагическая история с людьми. 4 июня 1685 года подошли самые первые отряды цинов. И вот в своё время упоминал такого исследователя, это Красноштанова. Это очень хороший исследователь был, но, к сожалению, он умер, и он сделал небольшое такое исследование, вот именно по албазинской вот этой эпопее, она включена в его книгу о Никифоре Черниговском. И вот он говорит, ну ему в цинских источниках говорится, что они там два дня были под албазином, начался штурм, а в русских там 10. На самом деле, если брать китайские источники, то там, значит, они подошли 4 июня. Это были передовые отряды, с ними не было главных полководцев. Ну, и у них была задача, в общем-то, как? Так, установить контакт, отогнать скот, если он там был, сжечь там все постройки, которые можно было. Ну, то есть, как бы дать понять, что уже за стены выходить не стоит. Ну, и так оно и произошло. Они тут же отогнали весь скот, который был. Потом вот подошёл ещё один очень крупный конный отряд. Его почему-то исчисляли в конях. Я не знаю, сколько было людей. Ну, если мы предположим, что, допустим, по два коня на человека, то половину. 945 коней. То есть, ну, примерно около 500 воинов. И они заняли такую, значит, позицию, чтобы перерезать дорогу, которой могли по берегу Амура идти в сторону, значит, более, скажем так, высоко расположенных селений. То есть, это в сторону монастыря, в сторону, значит, всех этих многочисленных заимок. Лапкаева, Луга и, соответственно, дальше Нерчинска. Вот. То есть, всё. Албазин был посушен. У тебя вступление, короче. Ну, это очень тяжело, тянуть их против течения. То есть, где-то пользы попутным ветром, где-то тянули вот эти пресловутые китайские ссыльные. Они вышли к 11 числу. Большой крупный отряд вышел. С ним был полководец Лантань. Ну, в русских документах его активности его такой, да, вот. Его часто считают главнокомандующим. На самом деле, он был заместителем главнокомандующего. Он подошёл, значит, к Албазину. Они высадились на берег. И он попытался вступить в переговоры с Толбузиным. Но в русских документах там, значит, отмечается, что Толбузин с ним разговаривал, значит, сурово и неуступчиво. Ну, а что он должен был сказать там? Хотя Лантань, в общем-то, предлагал решить дело миром. Когда китайское, значит, руководство принимало стратегически взвешенное решение, то император сказал, что давайте попробуем сначала предложить ему, ну, как, уйти по добру, по здоровому. Всех, кто хочет перейти на нашу сторону, мы примем. Если там у них какие-то есть сомнения, что мы не дадим скот, земельные участки, это мы всё решим. Пускают они это. И если они уже откажутся от этого предложения, тогда мы уже будем воевать. Лантань попытался поговорить с Толбузиным на эту тему. Толбузин, в общем-то, его резко оборвал. Этот вот дипломатический как бы поединок не состоялся. И 13 июня подошли уже главные силы. Подошёл цинский полководец Панчунь. Вот он как раз и был главнокомандующим. И он вот приказал, что будем готовиться как раз к наступлению. И весь 14 июня день цинские войска стали готовиться к штурму. Они, значит, стащили, как говорится, на берег все свои орудия. А что такое, в общем-то, орудия, которые они брали европейского типа? Они называются в источниках орудия, значит, вариант рыжих варваров или орудия в красной одежде. Ну, в красной одежде, это специально, чтобы не говорить рыжие варвары. Маньчжуры, они очень комплексовали слово варвары. Ну, они сами-то считались как бы в Китае, ну, как бы так, что северные варвары. И они всячески везде старались убрать вот это слово варвар, ставить, значит, типа красные одежды. Красные одежды и рыжий варвар звучат одинаково. Эти орудия, ну, калибр был в среднем 20 фунтов. То есть, это ядро весом 8 килограмм. По расчетам Лантани и Панчуня, которые ездили в 1683 году на разведку, эти орудия должны были легко сокрушить тыновый острог. И, собственно, их вытащили. И они весь день готовили под них позиции. Они, значит, насыпали кавальеры, чтобы поставить орудия повыше. И, соответственно, напротив Албазина есть большой речной остров. Его тоже заняли отрядом, чтобы, мало ли, там вдруг они решат побежать через реку на другую сторону и скрыться. То есть, мы, условно говоря, их прижмем у города, а они переправятся через реку и уйдут, и мы их не сможем взять. То есть, они обложили его очень жестко. И очень плотненько, значит, они подвели корабли и снизу Амура, и сверху Амура. Стали, в общем-то, готовиться уже к решающему приступу. На рассвете 15 июня случилось то самое, о чем я говорил, что не все люди попали в Албазин. С утра заметили, что сверху, значит, по Амуру к Албазину плывет несколько больших плотов, и на нем русские. Ну, естественно, тут же корабли, которые дежурили выше, получили приказ, они подошли к этим плотам и предложили сдаться. На что русские люди, которые находились на этих плотах, они, в общем-то, отказались сдаваться. И произошел очень короткий бой, более 30 человек было убито, и уже в Цинский лагерь привезено порядка 15 человек пленных, это были женщины и дети. То есть, это, видимо, были как раз поселяния из верхних каких-то там заимок, которые шли... Которые не успели. Да. Вот так вот случилось, что действительно первые жертвы в этой войне оказались люди, которые, в общем-то, скорее всего, даже не имели отношения к этим набегам, которые совершали казаки на дауров, дауру на казаков, а вот люди, которые просто не попали в Албазин. Ну, к вечеру закончены были все приготовления, из-за строга, конечно, всё это видели. Ни у кого это ни оптимизма, ни какой-то радости не вызвало вот это вот расправа фактически под городом с плывущим мирным населением. И к вечеру цины решили пойти на приступ. И вот тут, значит, возникает очень интересный момент. Первый вот этот штурм Албазина, он крайне скупо описан и у нас, и у них. В связи с этим возникают такие коллизии, когда начинаются рассказы, что там как, что происходило, что там, значит, по нашим документам и по следующим изводам, обычно 19-го, начало 20-го веков, что там огромное китайское войско пошло на штурм, но казаки там мужественно отбивались, там побили многие сотни их, там скинули в реку, и, в общем, на этом типа они отступили. В цинских источниках там сказано несколько по-другому. Значит, мы вот вечером начали атаку и не могли взять город до 10 часов вечера следующего дня, т.е. до 10 часов вечера 16 июня. Там момент такой, в терминах, которые используются, если там у нас поднимается, что они как пошли на штурм, что там они лезли на стены, пытались забраться с мечами. Нет. Нет. У китайцев высказан термин «гункэ», ой, «гунчэн». «Гунчэн» – это буквально атака на город, т.е. она включает в себя и обстрел, и при движении каких-то подвижных закрытий, типа всякие мантелеты, копания этих траншей и так далее. И в том числе и окончательный штурм, который называется особым термином «фапи», т.е. там «гунчэн» – это весь этот комплекс. И вот когда они, соответственно, его осуществляют, то они осуществляют его в течение какого-то времени. Это не значит, что они сразу же вечером ринулись с мечами, и наши их до конца следующего дня скидывали со стен. А было бы прикольно в стиле Никиты Михалкова с палками над стадель. А там у нас есть уже несколько картин, которые нарисовали современные художники. Там вот что-то в этом роде такое химическое зарево, какие-то орды поднимаются, лезут. И стены такие ввысь уходящие. Ну, стены как бы там, со стены вниз смотрятся, что да, и вот с них скидывают, скидывают, скидывают. А на самом деле у цинов было, как я говорил, 3000 воинов, и 1200 было вот этих рабочих людей, которые были из китайцев. Там это были и лодочники, и землекопы, и носильщики, все вот, значит, да. Т.е. в принципе, к тому же для именно штурмовых действий, как в прошлый раз мы говорили, использовали специально подготовленные отряды этих воинов со щитами, там, Пайбин. Это были прекрасно... Они владели, скажем так, фехтователем, всеми, как говорится, техниками. Они, значит, имели щит и саблю. Кто занимался фехтованием, тот знает вообще, как легко получить, как говорится, удар саблей. А со щитом это снижается, грубо говоря, вдвое. А к тому же это были не и такие, которые занимались спортивным фехтованием. Они это всё применяли в боях. Т.е. они много лет провоевали. Т.е. это люди, которые, если бы не добрались бы до вала, то, я думаю, что там началась бы просто резня. Но, видимо, по каким-то причинам до неё не дошло. Потому что, видимо, всё-таки действительно казаки очень хорошо отстреливались. Все китайские и корейские источники отмечают, что казаки очень хорошо стреляют. Причём, что интересно, они не умели стрелять залпами. В те годы была такая тактическая особенность. Считалось, что если на тебя надвигается вражеское войско, желательно стрелять залпом. Почему? Оружие было несовершенно, и индивидуальная меткость была невелика. Т.е. стрелять по одиночке, в одном месте упал человек, в другом упал человек, на массу людей не оказывает большого влияния. Зато когда организованный залп, то сразу падает несколько человек, и это уже зрительно. И действует психологически на атакующих. Но казаки умели стрелять именно индивидуально метко. Т.е. что по своей эффективности оказывалось не ниже, чем предписываемая залповая стрельба. И, видимо, действительно они смогли остановить вот эту атаку. По некоторым данным они уничтожили до сотни китайских воинов. По другим данным до полутора тысяч. Можно понять, что какая цифра ближе к истине. У китайцев просто сказано, что атаковали город, взять не смогли. Я думаю, что расхождение как раз за счёт того, что вот такие термины. Т.е. это был не непосредственный штурм, а именно постепенная вот эта атака с предвижением орудий, расстрелом города. При этом в городе начали возникать пожары. И когда уже потом опрашивали выживших, ну, в Нерчинске, в Москве, то они говорят, что орудийные ядра проходили сквозь острог насквозь. Т.е. все расчёты оказались верными. Т.е. ядро оно ломало, оно было такой мощью, что оно ломало вот эти брёвна и уносилось там вдаль, всё калечиво, всё снося. Кроме того, они отметили, что стреляли ракетами. Говорят, огненные стрелы пускали, а длина той стреле полтретья аршина. Полтретья аршина – два с половиной аршина, только у двух метров. И отмечено, что «а стреляют теми стрелами со станку». Т.е. ставил тренога, козлы, и на ней укладывалось в жёлоб. Эта стрела ракета поджигалась, и она с большой скоростью, с очень большой силой поражала мишень. И у неё под наконечником, как правило, вот этот большой запас дефлагирующего пороха в этом контейнере цилиндрическом, ну, это всё я уже показывал на каких-то рисунках, мы повторим их, чтобы это было понятно. Сноп огня был такой, что он зажигал всё, что было вокруг, и начало это всё гореть, и загорелась даже церковь. В общем-то, гордость Албазина, очень высокая, красивая церковь была построена, всё горело, и люди метались. Не было укрытий никаких против такой бомбардировки. Обычно там, когда подходили какие-то тунгусы, ну что, ну постреляют из луков, ушли, а тут и стрелы летят. Причём цинские войска имели мало оружия, но они имели много луков. Обычно пишут, ну, это отсталая армия, что вы там хотите. А из небельверферов палят фактически, укипалки отсталой армии. В том, что лук в те годы, лук, стрелял примерно в то же состояние, что ружьё. То есть, уверенная дистанция поражения лука и ружья, она примерно одинаковая, и весь вопрос, что если ты из ружья стреляешь раза в три, реже, чем из лука, а цинские ещё войска как раз они практиковали стрельбу залпами. Это когда вот эти стрелы, они постоянно висят в воздухе и сыплются просто, вот там скрыться было негде. Люди пытались прятаться в дома, дома загорались, они выбегали, они попадали под стрелы под ядра. То есть, там творился какой-то ужас. И к концу дня, уже к тому времени в Албазине было своё духовенство. Мы уже говорили, там был чёрный поп Гермоген, вот кроме него там ещё был один из священников, как раз вот это, настоятель этой церкви был Фёдор Иванов, и был ещё Максим Леонтьев. И вот они возглавили делегацию от мирного населения, они пришли к Албузину и сказали, ну, воевода, батюшка, видишь, держаться не можно. Как-то реши вопрос всё-таки. А Албузин, вот его некоторые исследователи обвиняют, что вот он там как бы струсил, он не имел военного опыта. Но когда вот этот пятачок, а там действительно пятачок, там обвод стены очень невелик был по тем временам, засыпается, простреливается. То есть, не было такого участка, где можно было укрыться. И когда люди гибнут, а там погибло более сотни защитников в первый же день. То есть, для защиты... Вот если мы сравним, например, близкую по времени войну на другом конце русского государства, это чигиринские походы, то по дневнику Патрика Гордона, который командовал гарнизоном Чигирина, то каждый день турки бомбардировали цитадель из тяжёлых орудий. У него погибало человек по 20-30 каждый день, и ещё там примерно столько же было раненых. А тут, значит, за первый день только свыше сотни убитых. То есть, как бы можно представить, какой ад творился вот на этом маленьком ограждённом всего тыновым острогом. Каждого, грубо говоря, четвёртого убило из защитников. Да, из защитников. А сколько раненых мы не можем предположить, потому что раненых не фиксировали, только убитых, что вот мы потеряли свыше сотни человек. Естественно, что Толбузин, конечно, понял, что он просто погубит людей. Вот он вышел из города и прибыл, значит, на переговоры. Это было 16 июня под вечер. Город горел, город пытались тушить, но было понятно, что... Как ты его потушишь? Было понятно, что уже не удержишься. И он, когда вышел, значит, к сынам, его, конечно, приняли, то есть, они не собирались ничего там с ним делать, они его пригласили в палатку, давайте поговорим. И он сказал, дайте нам три дня, и мы сдадим город. Но тут уже маньчжурские военачальники, они понимали, что за три дня, мало ли, они пожар потушат, вырвут какие-то там траншеи и будут ещё держаться. Может быть. Заново? Боекомплект тратить ещё один, конечно. Само по себе просто, как бы сказать, цены имели большое подвзятие крепостей. Причём практически везде, где удаётся достать численные какие-то данные, практически везде соотношение 10 к 1. То есть, осаждающая армия имела по активным, скажем так, штыкам соотношение 10 человек осаждающей армии к одному в гарнизоне. Поэтому очень быстро, как правило, брались крепости, они старались их долго не осаждать. Как только это снижалось отношение, как только в пользу осаждающих, скажем так, исчезало преимущество артиллерии, то как правило-то были длительные осады. И вот они в данном случае понимали, что зачем нам, они сейчас там, если не дай бог, укрепятся, то какие у нас потери будут. Мы потратим боезапас, мы потратим питание, всё. Уже всё, если они начали такую артподготовку из 20-фунтовых, это же фактически, я не знаю, главный калибр фрегатов в то время. В общем-то, да. Между 18 и 24. Понятно, что эти колия, которые торчат, ну всё, если они отстреляли боекомплект, если они стреляли уже этими своими небельверферами, то всё уже, они же предложили один раз, вы отвергли. Ну, извините, теперь только капитуляция, ребят. Вот капитуляция. Что вы тут выделываетесь? Простите. Я вот скажу, хочу сказать, что я покажу, я всё-таки вот хочу потом показать сгоревшие эти тыновые вот эти. Археологи раскопали их, то есть вот прямо раскоп, и вот они как стоят, эти вот тыновые вот эти вот заграждения, они сгорели дотла, вот то есть до самого, дальше в землю они сохранить, а всё, что по земле, она всё сгорела. И ему сказали, ну или вы сдаёте сейчас, или никогда. Тут уже без вариантов. И Толбузин сказал, ну если никогда, значит, тогда мы сдаёмся сейчас. И, в общем, ему некоторые ставят это в упрёк, ну вообще вот понять человека можно. Он понимал, что его люди сделали всё, свои три ядра они уже отстреляли. Некоторые говорят, там они кидались камнями, ну вообще, честно говоря, может быть, даже и кидались камнями, но сделать-то уже ничего не могли. То есть это было посильное ровно, вот как говорится, они сделали всё, что от них зависело. Но вот чем вот как раз Толбузин и остался он в народной памяти, что этот человек, который вот этот сам факт, даже что он уступая силе сдал город, его это страшно жгло, он как калёным железом, для него это был стыд невыносимый. И он согласился на то, что цены как бы займут город, что они там проконтролируют, как чтобы все бы вышли. Они всех пересчитали, это было очень как бы такое унизительное для наших, скажем так, властей момент, когда русских подданных считали цинские генералы. И, соответственно, среди вот этих вот людей, которые были в Албазине, нашли 160 семей, не людей, а семей, которые имели нерусское происхождение. Это были всякие тунгусы, это были дауры, салоны. И по тем условиям, которые они перед началом осады оглашали, они сказали, что всех их мы забираем безоговорочно, без всяких вот, т.е. вот он нерусский, всё, он идёт с нами. Были смешанные семьи, вот я показывал сейчас портрет Даурки. Очень многие казаки, в связи с тем, что женщин-то не было, они женились на местных. И вот если, допустим, семья, он русский, она Даурка, то всё, значит, жену забирали. Детей, поскольку они имели даурскую кровь, тоже забирали. И как раз вот в этот момент происходит то, что как бы называется вот тут предательством там, да, но тут очень сложный момент, подробных данных нет. Сам Толбузин писал, что это вот, мол, изменники Государевы, Василий и, значит, ещё 45 человек. Немножко неясно, то ли у них были жёны даурские, то ли они как бы решили на самом деле сами уйти. Это вот непонятность документов, это чётко не прорисовывается. Но 45 человек, они сказали, что мы уйдём с сынами. И, конечно, для оставшихся защитников это было очень болезненное такое. Ну, т.е. как бы их не только победили, но ещё показали как бы моральное превосходство, что, смотрите, ваши переходят к нам. Толбузина это жгло просто как калёным железом. Вот. И более того, значит, он понимал, что он вообще в бусурманщину отдаёт как бы вот православных, как бы, да. Один из этих вот священников, которые были при Остроге, отец Максим Леонтьев, он сказал, что я пойду с ними. И вот он взял, значит, некоторые иконы, взял некоторые предметы церковного обихода, то, что им нужно для богослужения. И он присоединился к тем, он добровольно ушёл в плен для того, чтобы они там вот на, скажем так, бусурманщине не обусурманились. После чего цирны сказали, ну вот вы вышли, оружие сдайте, значит, мы вас, чтобы никто не тронул, доведём до того места, где вы уже доберётесь безопасно. Ну, Толбузин начал пытаться возмущаться, как мы пойдём дальше, там без оружия, они говорят, да уж как хотите. И после этого Острог был полностью сожжён. Он был сожжён настолько дотла, что и церковь сожгли, и там вот была часовня за пределами этого вот Острога, тоже сожгли, все вот эти тыновые заграждения всё-всё-всё выжгли, то есть от города фактически ничего не осталось. А город, вот если мы посчитаем, значит, то количество, которое известно, мы знаем, что 100 человек примерно погибло, 160 семей забрали, 160 семей, ну если, допустим, 4 человека в семье, например, это мы примерно 600 человек имеем, то есть уже 700. Плюс ещё 50 почти, которые вот перешли на сторону цинов, да ещё, значит, 750. И, значит, Толбузин вот собрал вокруг себя тех, кто решил уйти, это там был вот как раз вот чёрный поп Гермоген, вот этот был Фёдор Иванов, который был настоятель церкви Воскресенской, которая была в Албазине. И вот они, значит, двинулись под конвоем цинских войск, и они шли до места слияния Шилки и Аргуни, и там уже, значит, цины сказали, всё, дальше сами идите, там дальше уже ваши земли начинаются, и как бы мы туда не пойдём. И 120 человек ушло в Якутск, потому что такому большому отряду без каких-то средств пропитания было очень сложно добраться, они бы там перемёрли бы от голода. Вот. И те, значит, пошли в Якутск, туда ушёл Гермоген, туда ушёл Фёдор Иванов, значит, соответственно. А от Албазина, с ним, значит, ушло 324 уцелевших мужчины и 312 женщин, детей. Соответственно, если мы все эти суммируем цифры, то выходит, что в Албазине, учитывая, что ещё не все собрались, было не менее полутора тысяч человек на момент осады. Наверное, всё-таки это с пригородами. Ну, не с пригородами, а с посолениями. Большинство деревень собралось, но вот, как мы видим, не все, некоторых вот перехватили. А потом ещё окажется, что ещё были такие вот, ну, как бы ещё пришли, да, ещё не все успели добраться. Ну, то есть, видимо, там около тысячи человек проживало примерно, да, построги прямо рядом с ним. Вот именно, да, в ближайшей какой-то досягаемости. То есть, это уже было вполне такое крупное... Конечно, не сравнить с тем, что когда мы говорили о том, когда Хабаров пришёл, что там только воинов собралось тысяча, да, то есть, ну, это мы умножаем коэффициент 4, по меньшей мере там около 5000 человек должно было быть. Но, тем не менее, вот мы видим, что уже довольно значительно население, значит, и оно всё было издано. Оно было издано, значит, цинские войска полностью всё выжгли. Они всё, что там вот видели, они потоптали ближайший к городу хлеб. Но вот дальше такая вот, как бы, получается очень интересная характерная деталь. Как они планируют и как мы отвечаем, да, значит, ну, всё, вроде достигнуто всё. Мы отводим войска. Даже не поехали искать там, где какие поля насеяны, чтобы их вытоптать. Вот, казалось бы, логично, нужно уничтожить всё. Нет, не стали. Вот мы сожгли, они потерпели поражение, они тут были так сильно унижены, они остались без оружия, они все выгнаны. Они больше не вернутся. И, соответственно, значит, они грузятся на свои корабли и уходят вниз по Амуру. Они уходят до современного города Айгунь. Вот у цинского императора были как раз такие мысли, что как бы где-то нужно поставить какие-то крупные такие гарнизоны. Но поскольку снабжение очень сложное, то мы ещё не завезли столько много, поэтому в Айгуне оставим 500 и подумаем, стоит ли на месте Албазина строить нашу китайскую крепость и, соответственно, размещать дополнительные какие-то посты. Но это всё связано в первую очередь с тем, что нужно возить продовольствие. А это очень тяжело. Нет пароходов, который взял бы сразу несколько десятков тонн, а каждая лодка, допустим, берёт 3-4 тонны продовольствие, там они по размерам-то небольшие все эти корабли были, которые описаны. И, соответственно, они ушли, а, соответственно, отряд Толбузина пошёл на Нерчинск. И когда он прибыл в Нерчинск, там был воевода, которого звали Иван Власов. Это вот из разряда сибирских иноземцев. У него имя русское, фамилия русская, но он грек. Там у нас же очень много было, я уже говорил, там был и француз у нас, и араб, и предыдущие воеводы якутские были там из немцев крещённых. Прибыли, значит, они в Нерчинск, и пошёл Толбузин советоваться к коллеге и говорит, вот не хочу, говорит, я худой славы побежной из Албазина учинить, что посоветуешь? Он говорит, ну, как бы на складах какое-то оружие есть, я тебе дам, давай разведку пошлём. И вот 15 июля из Нерчинска выходит лёгкая разведка, небольшой отряд под командованием Якова Телицына. Этот отряд добирается до Албазина очень быстро, они, видимо, спешили там, то есть, скорее всего, конные шли. И на развалинах Албазина, они с нами видят, что от города ничего не осталось, но на пепелище они поймали человека. Это был китаец, причём это был не Маньчжур, не Монгол, не Даур, а именно китаец. Его звали по русским документам Уан Цися. Сбежал из войска. Значит, да, он был дезертиром. Почему? А оказалось, когда его всё-таки допросили, нашли переводчика, а там была очень большая проблема, что почти все переводчики, которые были и в Нерчинске, и в Албазине, они все говорили либо по-маньчжурски, либо по-даурски. Ну, ещё по-монгольски могли говорить, да. А по-китайски практически никто не умел говорить, потому что китайцев было очень мало. Его смогли допросить и выяснили, что его отец был ссыльным, он тоже, соответственно, вместе с отцом в ссылку отправился, и когда они подходили к Албазину, его отец не справился с управлением, и его корабль наскочил на мель, при этом погибла часть груза. Ну, и его военно-полевым судом приговорили к обезглавливанию, а сын только это дело увидел, что папу казнят, он сбежал и прятался от всех. Ну, тут как бы русские ушли, китайцы ушли, сыны, и он вышел на пепелище, чтобы найти какую-то, может, еду себе, построить себе какую-то хибарку, чтобы там перезимовать. Вот это время русские его взяли. И вот он как раз подтвердил все эти сведения о количестве, потому что в отписках, которые были сначала присланы, там были какие-то астрономические числа, что там только, значит, там 10 тысяч только пришло на кораблях, что у них было 200 орудий, но там 200 орудий-то вокруг Албазина, извините, не выстроишь. И вот тут-то как раз я хочу сказать, что современные технологии, вот Владимир Ильич Струхин, как говорится, постарался, он привлёк молодых исследователей, которые владеют хорошо компьютерным моделированием, они исследовали графические памятники, это есть китайская картина, которая отожделяется с тем, что как осаждали Албазин, мы её обязательно покажем. И примерно прикинув размеры стен, расстановку орудий, они сделали на 3D-принтере модели китайских пушек в масштабе. И у них вот получилось, что количество орудий примерно соответствует картине, что больше расставить просто невозможно и неэффективно. И получается, что да, 20 орудий, не больше. Как вот ни крути, а вот этих вот 200 орудий, которых там писали в наших отписках, не было. Ну, в принципе, оно и не нужно было, потому что как бы, ну, зачем, не знаю, комара-кувалды убивать, да? Туда везти эти 200 орудий. Тем не менее, у нас очень часто пытаются вот это по наследию XIX века, что там вот у китайцев там была тьма-тьмущая, мы там с ними там бился один там с тысячей, а двой с тьмой. Это как с монголами во время нашествия. Ну, вот эта вот традиция продолжалась, а она на самом деле, мы либо занимаемся историей, либо мы тиражируем мифы. Вот если мы занимаемся историей, то очень многие мифы, которые как бы привычные, они начинают разрушаться. Это не хорошо и не плохо, это объективно, да? Ну, это ж наука. Показать, ну, как вот наши сражались, я считаю, что первый албазин, наши защитники сделали всё, что могли большего, они могли только погибнуть, всё. Только погибнуть, и тогда уже второй албазин уже был под вопросом. Продолжение следует...